Сейчас звучит, как будто я какой-то аж эзотерик. Как будто ты себе все это придумала сейчас. Для каждой женщины такой прекрасный момент. Я стою, снимаю, слеза такая аккуратненько капает. Зачем я так делала, я не понимаю. Потому что по факту можно было продавать. Какая разница? Я, короче, боялась, что, знаешь, у всех будет мой цвет, вот еще что-то. А когда обрабатываешь под нейтральный цвет, вообще пофиг становится. Сейчас все, уже никто ничего не обрабатывает. Картинка приятнее глазу. Я очень рада, что все к этому пришли. Сейчас вот мы остановились, и у меня сразу просто вот так... Нахлынуло, да. Друзья, всем привет. Сегодня у нас снова лайв-формат. Мы записываем большое интервью в формате подкаста для вас, для тех, кто любит фотографию, кто занимается фотосъемкой, кто хочет заказать себе фотографа на какое-то мероприятие и так далее. И сегодня у нас в гостях, точнее я в гостях, у Юлии Есиной фотограф, которая сейчас расскажет о себе. Гораздо больше, чем я. Поэтому прошу тебя слово, расскажи, пожалуйста, кто ты, что ты, зачем ты. Зачем? Кто бы мне рассказал об этом? Поехали. Привет, я Юлия Есина, я фотограф. Снимаю совсем разные события. Свадьбы в первую очередь, корпоративные мероприятия я снимаю с огромным удовольствием. Семейные фотоистории, портретные фотоистории, бизнес-портреты. Ну и все в таком ключе. Ну, естественно, первый вопрос, который хочется задать тебе, и я на самом деле даже не знаю, ответ на него правильный, сколько лет ты вообще снимаешь? Ну вот если... Я понимаю, что это, ну, всю жизнь, да? Сейчас посчитаем. Давай попробуем посчитать. Ты знаешь, очень сложно сказать, в какой момент я начала снимать, если брать за начало именно коммерческие проекты, потому что изначально я очень много снимала для себя. Я из тех людей, кто начинал снимать на телефон. Все мои, ну, как все, многие мои друзья прошли через фотосессии на телефон, когда мы шли в заброшку, в болото. Я брала, знаешь, такие были старые телефоны. Это какой год? Это что за телефоны были? Это я еще в школе училась. Там телефоны были, аля Nokia? У меня был Sony Ericsson, у него еще внизу такая штучка менялась, цветная была. Не, он был обычный уже. Что, модель не помнишь? Не, а. Прикольно. Вот, и у него там сколько-то мегапикселей было, и вот я на него снимала. Вот, потом... Интересно. Потом у меня появилась, точнее, не у меня, а у друга появилась камера, и, соответственно, я снимала на нее. Это Nikon D90. Можно сказать, что это моя первая камера. И я очень много снимала друзей, и я, будучи вообще жестким интровертом, почему-то мне это было настолько интересно, я писала людям. Я писала ВКонтакте, писала очень много кому. Просто мне попалась там, не знаю, как-то, может, у кого-то на фотографиях какая-нибудь симпатичная пара или девчонка, и я пишу «Привет, давай пофотографируемся». Вот такая-такая-такая-то идея. Ну, в общем-то, я писала и говорила, что «Привет, пойдем пофотографируемся, у меня есть такая-такая-такая-то идея». И очень много людей соглашалось. И, соответственно, все мои первые вот эти вот наработки я очень много снимала, много портретов. Мне было прям очень интересно понять техническую часть, поймать свет, понять, как это все устроено. Вот. И так я начинала снимать. Наверное, это был уже последний год школы. Это девятый год. 2009. 2009, да. 2009 – это год, когда ты начала осознанно фотографировать. Когда мне прям я поняла, что мне нравится, что у меня появилась камера в руках, и что я, в принципе, могу с этим что-то сделать. Вот. Можно сказать, девятый год. А если брать конкретно, когда я ушла в коммерцию, именно вот как работа основная фотографом. С 9 по 15 я училась в МЭИ. Это энергетический вуз. Соответственно, я магистр технических наук. Вот это вот все. И когда я окончила институт, я поняла, что я все, могу свободно работать. Появилось много времени. И тогда, можно сказать, что в 15-м году я начала активно работать фотографом. А на кого училась? Что-то там с математическим уклоном, да? Нет, у меня химические источники тока и альтернативная энергетика была. Мы все здесь по специальности работаем. Привет. Это нормально. Ты сказала, что ты жесткий интроверт. И, кстати, на самом деле я не ожидал такое слышать, зная тебя, сколько мы вместе с тобой съемок провели. И я бы никогда не подумал, что ты интроверт. И вот такой вопрос. Считаешь ли ты себя интровертом сейчас? Смотри, буквально, наверное, года три назад мне пришло такое сознание, что почему мне нравится моя работа, потому что я, наверное, вот какие-то вот черты от экстраверта появились. И в целом, если раньше было проблемой, и раньше это совсем-совсем раньше, куда-то пойти с кем-то поговорить, что-то сделать, было очень большой проблемой. Сейчас этой проблемы нет. Ну, уже давно. И один, наверное, из просто огромнейших плюсов того, что я вот в этой сфере, это то, что вот как личность, оно, конечно, прокачало очень сильно. Это не было моей целью. Я не хотела, ну, не то, что не хотела, да, как бы я даже не думала об этом. Вот оно просто так случилось. Так само получилось. Да, оно само так получилось. И на съемках я конкретный экстраверт. Я эмпатичный экстраверт. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что помимо того, что тебе нужно фотографировать и обрабатывать, тебе нужно работать с клиентом, каждый раз с ним общаться. Ну, тогда еще встречались часто перед съемкой, обсуждали какие-то моменты, какие-то другие организационные вещи, работа с другими сотрудниками, подрядчиками. То есть везде нужно вот это общение. То есть в тебе вот этот экстраверт зародился. Зародился. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Может быть, он где-то и был, но был мне не нужен. Работа позволила его вот так вот. Поэтому сейчас моя задача прийти на съемку, да, и вот человека, так сказать, максимально комфортно в эту среду погрузить. То есть это тоже можно отнести к твоему подходу, что кто-то вообще никого не трогает. Например, как я. То есть я стараюсь там снимать со стороны. И мне это нравится. То есть я для себя это объясняю несколькими причинами. Но сегодня речь не обо мне. Интересно у тебя послушать. Ну, давай начнем с того, что процесс съемки, наверное, начинается с портфолио. Вот, если совсем глубоко копать. Портфолио, общение, да, вот это первое касание, потом дальнейшее общение, подготовка к съемке. И сама съемка – это уже, как я считаю, финал. Потому что обработка – это уже дело такое, да, это мы, понятное дело, все знаем, все умеем. А основная работа, она как раз проделывается на общении до съемки и на самой фотосъемке. Я бы не сказала, что я все время руковожу процессом. Я тоже очень сильно люблю поснимать со стороны. И, например, что касается банкетной части, ужина, еще чего-то, очень мне нравится ловить какие-то моменты. Но мы, наверное, эту тему тоже затронем про моменты чуть позже. А какой был вопрос? За тупо за 300 пошли. Мне было интересно послушать, как ты работаешь с парой, с человеком, с клиентом. В частности, если он не умеет позирать. Понятно, что к нам обращаются люди, которые непрофессиональные, модели, актеры и так далее. Вот как ты человека раскрываешь? Начну с того, что скажу отзыв, который я получаю чаще всего в последнее время. Это не именно когда пишут, а именно когда говорят. И после съемки, и там могут позвонить, когда получают материал, сказать, это то, что всем было очень комфортно. То есть помимо того, что там написано, что очень красиво, все потрясающе, здорово, это очень комфортно. И, наверное, мне бы не хотелось, чтобы моим моделям или любым участникам съемки было некомфортно. Я прекрасно понимаю пару, которая никогда не фотографировалась. Наверное, 90% людей, которые приходят на съемку, никогда не фотографировались. Моя задача создать для них комфортные условия, чтобы они не думали о съемке, а были друг с другом в процессе. И вот действительно порадовались, да, вот что момент какой происходит, чтобы они его прочувствовали, порадовались. Для этого тоже там есть много чего, о чем можно говорить, чтобы ребята были в моменте, а не, например, решали организационные вопросы, не думали о том, что там, какой маршрут, там еще что-то. Если это свадьба, да. Да, если это свадьба. Ну, давай, так как, наверное, в первую очередь свадьба, да, нас интересует, то будем говорить, наверное, по большей части про свадьбы. Вот. И... Ну, что значит вот комфортно? Как ты думаешь, вот, когда тебе такое пишут, как ты можешь это объяснить? Это... Понятно, что это какие-то условия. Из твоих слов мне показалось, что, как бы, фотосъемка с тобой, это не ради фоток, а ради процесса, и из-за процесса получаются крутые фотки. Ну, то есть... Слушай, хороший вопрос. Да, наверное, вот ты его сейчас сформулировал, и, наверное, как-то оно мне откликается. Я в целом за то, чтобы вот процесс был интересен. Потому что, когда пара вовлечена в процесс, да, когда она на доверии, вот это вот все, им, собственно, комфортно, да, в первую очередь. И они расслабляются, понимают, что все, мы вот за это можем не переживать, здесь все хорошо. Мы в безопасности. Мы в безопасности. И я как мамочка такая. Все здорово, ребята, все, можно расслабиться. Островок в безопасности. Вот. И, соответственно, да, наверное, так и есть как-то. Раз уж мы затронули такую тему, ты сказала, что ты мамочка. А, началось. Да, и мне, правда, интересно послушать, как ты с этим справляешься. Ты, насколько знаю, отказывалась от съемок. Как ты вернулась в это? Как ты уходила? Вот интересно все про это, все, что у тебя есть. Давай так, да, я мамочка. Я мамочка уже один год и четыре месяца. Это уже прям много. Так как я привыкла очень много снимать, я понимала, что с рождением ребенка этого просто физически невозможно, потому что, в принципе, можно сказать, что моя жизнь до, она состояла из съемок и каких-то поездок, когда я уезжала отдыхать, брала с собой ноутбук, и там условно обрабатывала сезон. Вот, в принципе, так все и выглядело. И с ребенком это невозможно. Наверное, возможно, если его прям вот на кого-то оставлять, но это не мой вариант. Поэтому сейчас все сильно изменилось. Когда малыш родился, я вообще не знала, что будет, потому что я не знала, как он будет себя чувствовать, будет ли он спокойный, смогу ли я уезжать. И я, наверное, до мая, может быть, до апреля, я сейчас точно уже не помню, я не бронировала никакие будние даты. То, что в выходные, понятно, я смогу уехать, мне поможет муж. Ну и, соответственно, я не могла взять два-три дня подряд. У меня была одна только неделя, в том году, когда я снимала там подряд два дня. И то это прям вот мне было очень тяжело, потому что я очень переживала, как ребенок, вот это все. Мне было очень сложно бронировать сезон, потому что мне нужно, чтобы все было отработано, да, и я не могу вот в этом плане рисковать, что я наберу съемок, да, допустим, как-то их отсниму, но потом не смогла обработать. И поэтому я очень сильно ограничивала, да, съемки все. Сейчас у меня все налажено, у меня есть, соответственно, няня, которая помогает, да, когда я работаю. У меня есть отдельно мои дни с ребенком, когда мы только вдвоем, вот, потому что ему и мне это необходимо. Вот, и, соответственно, муж тоже очень помогает, поэтому... Так, у меня возникло два вопроса. Постараюсь второй не забыть, а первый задам прямо сейчас. Давай. Есть такая теория, что если ты пропускаешь один сезон свадебный, крайне вероятно, ты не вернешься уже, ну, хотя бы в том темпе. У тебя не будет столько заказов. Вот трудно ли тебе было отказываться от клиентов, и как вообще у тебя это прошло? Ну, ты частично брала все равно съемку. Да, ты знаешь, я об этом тоже думала, но страха как такового не было, потому что я была уверена, что я всегда смогу вернуться. Я смогу вернуться либо в этой же форме, либо в какой-то другой. Ну, в том плане, что у меня достаточно много ребят, которые хотят обучения, которые я до сих пор не могу как-то поставить, как-то оформить, да, чтобы вот можно было предложить. Вот, поэтому есть там какие-то консультации, которые, когда есть время, я провожу. То есть в любом случае, как себя реализовать, мне, в принципе, по жизни проблем не стояло. Поэтому, наверное, нет. Как такового я не боялась. Я думала об этом, но не боялась. Другой момент, что мне до сих пор пишут и спрашивают, а вышла ли я из декрета. Ребята, я не была в декрете. Я была в декрете два месяца, и то там успела и пообучать, и поконсультировать, и все такое. Вот, поэтому, да, я снимаю уже давно, вот, уже. Беспрерывно. Ну, можно сказать, что да. И я не представляю, что бы было со мной, если бы, например, я до сих пор не снимала. Но очень сложно было бы вернуться. Именно вот с самой, потому что достаточно сложная физическая работа, эмоциональная, ну, непростая, я считаю. И лучше не выходить вот из этого состояния, да, вот, а потому что сложно себя собрать, потому что много ответственности, много каких-то переживаний. Вот, поэтому это не считая, там, какого-то громадного плюса, который эта работа дает. Не думайте, что я думаю, что работа моя такая вся негативная. Нет, она не такая. Ну, собственно. Ты, получается, с животиком бегала, фотографировала? Да, я снимала. Смотри, я родила... Господи, мы рассказываем про роды. Я не планировал столько уделять времени. Сорян. Для каждой женщины такой прекрасный момент. Реклама пошла, да. Да, я всем рекламирую материнство. Не, шучу. Я родила в марте, в начале. В конце декабря, прям, чуть ли там не 30-го, у меня была последняя съемка. 28 декабря я снимала свадьбу. Вот, соответственно, январь-февраль я не снимала. Март-апрель. Четыре месяца. Дай совет легкий в двух словах тем, кто фотографирует фотографу, например, как вот с этим. Ну, понятно, по состоянию надо смотреть, да? Да, вообще, мне просто очень легко было. Я вообще ничего не ощущала. Мне была потрясающая физическая форма. Вот это все. У меня прям активность из меня. Вот только так и шла. Вот, поэтому я очень легко снимала. Мне все говорили, нифига себе, как ты с таким животом, а мне, как будто бы его и не было. Так, ну давай пока поставим многоточие в этой теме. Да, да, все, хватит. Вася. Ты начала говорить про обработку. Мы сейчас идем уже не... Мы прям вот так вот просто. Не по порядку, да. Сначала в конец. Хорошо, нормально, мне нравится. Потом вернемся, да. Мне нравится, как тоже все у нас складывается. Ты начала говорить про обработку, и по твоим словам я понял, что ты делаешь все сама. Да? Да. Многие отдают хотя бы на отбор. Кто-то на цветокор, кто-то полностью весь цикл. Вот расскажи, как у тебя происходит и почему. Смотри, тут опять же можно разделить мою жизнь на до ребенка и после. Если до ребенка я задумывалась о ретушоре, я прям конкретно задумалась, потому что вот сидишь уже, думаешь, что я больше не могу. Вот настолько много всего, много материалов, что я больше просто физически не могу. Именно тяжело было вот сидеть и это и делать. А сейчас мне это только на пользу, потому что я работаю из дома, у меня свой кабинет. И пока у меня малыш дома, я тоже здесь. Я в любой момент с ним, да. Там, понятное дело, что за ним тоже следят. Вот. И сейчас момент с обработкой, он меня полностью устраивает, я все делаю сама. Можно было бы, наверное, отдать на аутсорс, но опять же, это нужно человека найти, человека обучить, с каких-то там первых нескольких касаний, понять, что этот человек надежный, и он там не оставит меня там в какой-то важный момент, да, когда я там буду зашиваться, еще что-то. И на себя рассчитывать всегда проще всего. Вот. У меня не самые быстрые сроки по отдаче материала, но как бы все заранее знают, какие они. И вот. И в начале сезона я там старалась отдавать вообще очень быстро, какие-то семейные проекты я отдавала вообще за неделю. Вот. Старалась. Потому что я знала, что это потом на ком. Сейчас, конечно, уже не так быстро. А обучить ретушера, даже если он уже обучен, если он знает, все равно нужно под себя, да? Да, нужно под себя. Нужно прям вот все показать, как на что акцентироваться, какие моменты. И вот это вот все. Это прям очень... Такая кропотливая работа. То есть, да, нужно с ним подготовить его. Да, нужно прям подготовить. Ну, я так понимаю, это больше с цветом связано, да? Да, в первую очередь. У тебя какие-то пресеты? Вот, ну, в целом подход какой есть? Слушай, да, я вообще за простоту в обработке снимаю в RAW. У меня есть мой пресет. Он по факту, если смотреть до-после, он практически ничем не отличается от исходника. Просто он делает цвета чуть спокойнее, чуть гармоничнее. То есть, мне нужно, чтобы гармония была во всем. В ретуши, в цвете и, соответственно, в самом кадре. То есть, я просто хочу, чтобы все было аккуратно. Каких-то там переделок цветов, мне кажется, сейчас никто так не делает уже. Да, такое уже, наверное, не встретишь. Но, опять же, это дело такое. Это мода. Мне кажется, оно цикличное все равно. Да и окей, если кому-то нравится, то почему нет? Я перешла на такой натуральный цвет достаточно давно уже. Я как-то, знаешь, так плавно к нему переходила. И изначально обрабатывала. Не знаю, нужно про обработку так много говорить? Мне кажется, да. Почему нет? Короче, у меня был пресет мой. Я его сделала сама на основе VSCO. Может быть, знаешь, какие фильтры были? Приложение. Да, и он был, есть такой там пресет, Fuji, по-моему, я уже не помню. Под пленку. Под пленку, да. И я его перелопатила под себя и очень долго им обрабатывала. И просто практически каждый день мне писали в Инстаграм, можно ли купить ваш пресет, можно ли купить ваш пресет. Я такая, нет, это мой пресет, я никому не продаю. Типа, ну, приходите, могу обучить. То есть, я такая пыталась через обучение. Никому это нафиг не надо было, конечно же. Все умеют обрабатывать, все хотят пресет, чтобы его накинуть на свои фотки. И, короче... Это быстро, да. Да, это быстро поковыряться, там что-то поделать и все. Вот. И я никому не продала. Зачем я так делала, я не понимаю. Потому что по факту можно было продавать. Какая разница? Все равно у человека на его фотографии бы это легло. Я, короче, боялась, что, знаешь, у всех будет мой цвет, вот это еще что-то. А когда обрабатываешь под нейтральный цвет, вообще пофиг становится. И как бы там как толковой пресет. В любом случае у тебя на каждую съемку, да, ты делаешь там тесты из нескольких кадров с каждой серии, условно. Ты их обрабатываешь. Ты же ты под каждый, условно, сценарий меняешь немножко пресет. То, что не бывает абсолютно одинаковых там световых условий, там еще чего-то. И уже потом ты это на всю свою съемку распространяешь. Вот. То есть сказать, что один пресет, да, но на то же время он там разный. Ну, я на самом деле, да, понимаю, о чем ты говоришь, когда затрагиваешь такие темы, что вот, всех будут таких, как у меня. Да, да, да. Это со временем понимаешь, что все равно все было одинаково. Все равно вряд ли получится. А вот смотри, ты, получается, взяла этот пресет, готовый из VSCO, и ты просто как бы рядом поставила его и примерно сделала, отгоняла, да? То есть так, как этот процесс выглядел интересным. Знаешь, я как любопытный человек, каждый из каких-то топовых фотографов рано или поздно начинает продавать свои пресеты. Я покупала пресеты, смотрела вообще, что есть, понимала, что просто не ложится абсолютно. И в какой-то момент я просто решила, какой-то один из пресетов, по-моему, это были пресеты Паши Голубничева даже, есть такой питерский классный фотограф, наложить на свои фотографии, а так как глаз был уже настроен на свои цвета, то я буквально из его пресета, но более натурального, сделала что-то похожее на то, что у меня было. И очень долго у меня был вот этот цвет. Сейчас вообще все кардинально поменялось, то есть там еще проще стала обработка. Проще в каком плане? Проще в плане манипуляций. Она не нужна, это просто не нужно. Даже если посмотришь, даже когда на айфоны снимаешь, все, уже никто ничего не обрабатывает. Картинка приятнее глазу. Я очень рада, что все к этому пришли. Вот она простая, естественная картинка. Ты, наверное, одна из первых, кто начал за это топить. Я не знаю. Мне кажется, у меня так долго были какие-то слишком теплые цвета, еще что-то. Не знаю, мне сложно сказать, но если это так, то я только рада. У меня есть вопрос, который обязательно хочу тебе задать. Это работа со вспышками. Помню те разы, когда мы с тобой недавно работали вместе, ты не использовала вспышки вообще на протяжении дня. Да, такое ей было. Так же у тебя? У меня две вспышки, но они используются по факту абсолютно в одном и том же сценарии. Это камеры в руке, и вот вспышечка просто сверху, и все. В том числе и в темных помещениях на банкете. Да, да, да. Потому что я помню, я задавал тебе еще тогда этот вопрос, или как-то мы начали об этом говорить, и ты рассказала, что ты за то, чтобы сохранять вот эту атмосферу, насколько это возможно. Да, да. Вот на самом деле... Я пыталась каждый раз из очень кривой атмосферы в плане света вытянуть какую-то хорошую картинку, то есть я все равно делала очень много манипуляций, чтобы оно смотрелось красиво. И в целом сейчас мода изменилась на то, что вот можно просто с одной вспышкой в лоб условно снимать, да, просто делать это грамотно, чтобы это было красиво. И вообще все стало замечательно. Это упрощает очень много всего, плюс это супер атмосферно, потому что это буквально ты выхватываешь момент, и у тебя объект съемки, он прям вот сконцентрирован, он у тебя идеально освещен, и мне очень нравится. То есть у тебя больше контроля? Да. Меньше с собой оборудования? Да. Как вот эти все чемоданы? Да сейчас... Я давно уже такого не видела, чтобы чемоданы... Нет, ну знаешь, как я ношу с собой стойку, и если, например, есть фото на пресс-фоле, а я чаще всего снимаю одна, и фото на пресс-фоле я тоже снимаю, то я могу поставить стойку со вспышкой, просто чтобы руки не держать, да, и там какой-то вот есть этот сценарий, у нас полчаса, чтобы со всеми гостями посниматься, да, и вот мы это делаем. В общем, твой подход, он выигрышный, ты мало с собой носишь оборудование лишнего, ты не привязана к месту, да, когда ты ставишь вспышки, все равно у тебя есть рабочие вот эти зоны, и в целом, ну, комфортнее, результат поприкольнее. Результат поприкольнее, но нет, знаешь, как, если посмотреть, ну, отмотать время назад и посмотреть, когда вот было популярно снимать банкетные истории со вспышками, было очень много классных примеров, да, но это вот прям надо было сильно научиться, чтобы это делать, и я не вижу в этом ничего плохого, если опять же это миксовать с какими-то естественными кадрами, вот, я пробовала снимать, у меня был тогда второй фотограф, у меня тоже, у него был свой свет, соответственно, он мне выставлял свет, мы вот так работали, но в итоге мне результат не понравился, то есть я поняла, что привыкла к определенной картинке, она мне нравится мягкостью своего света, еще чем-то, то есть вот такими моментами, а потом вообще свадьбы изменились, появилось много свадеб, где был свет хороший на свадьбах, и как бы вспышка как-то какого-то. Стали, да, правда, заморачиваться побольше, люди стали понимать, что свет это важно. Да и площадки в целом стали такие прям интересные, где уже как-то не нужно, вспышка в лоб, и все. Я просто сам часто с собой свет таскаю, понимаю, насколько это проблематично. Тяжело, да. Да, учитывая то, что он еще у меня весь на розетках, то есть это уже совсем привязан. Что-то недавно я снимала банкет, и была проблема найти розетку, а мне просто там Айкос зарядить буквально. То есть даже вот на это не было розетки. Да, обычно борьба за розетки. Да, да, да. Там обычный гость, ты знаешь, вот это все. С диджеем. Ой, диджей, да. Ну, диджей, это отдельная тема, которая не менее интересна. Недавно диджей просто услышал, ругался ведущему, что ему все несут свои Айкосы, заряжать. И Айфоны. И Айфоны, да. Он сидел, просто сокрушался. Ты бедолага. Блин, мне кажется, решение очень простое. Взять какой-то разветвитель, да. А у него там прям вот отдельную станцию поставить. И много-много-много всего. То есть там вот все, что можно было задействовать, все задействовано. Вот. И он просто отвлекался от своей работы. Это какое мы УТП с тобой придумали для звукооператоров. Да. Большую станцию зарядочную ставишь и всем говоришь, что вот, пожалуйста. Да можно просто позаботиться о своих гостях, поставить им такую штуку, знаешь, которая есть. Кстати, да, мало кто об этом говорит. Прикольная, интересная мысль. Все заряжают телефоны, потому что пока ты поснимаешь церемонию, у тебя телефон уже все, и, соответственно, у нас просто с диджеями отдельные есть моменты, когда они любят нам испортить звук. Да. Ну, тут мы, к сожалению, бессильны по большей степени, потому что контролировать звук, это отдельно надо на нем сидеть. Вот. Ну, это, опять же, наша больная тема, о которой мы сегодня не будем говорить. Да. Раз уж мы заговорили про вспышки, интересно узнать, на что ты снимаешь и почему. Ну, я знаю, что это Никон. Да. Ты всегда была ему верна, скажем так, с самых первых дней, когда до 90, неплохо, кстати, неплохой старт. Да, да. Вот, расскажи, беззеркалки, фокусные, почему именно так? Ага. Я долгое время, вот именно уже, когда работала, снимала на D750. У меня было два D750, мне очень нравилась эта камера, несмотря на то, что у них там свои косяки есть, да, там в технической части. Кто не знает, расскажу. Когда эти камеры выпустили, оказалось, что у них были какие-то проблемы с затворами, они могли резко сломаться. Вот. И компания Никон бесплатно всем меняла затворы, то есть ты просто приезжаешь, они проверяют, входит твоя камера или нет в этот список и, соответственно, меняли затвор. У меня, соответственно, я поменяла затвор и все замечательно. У меня одна из камер, она сохранилась, я на нее до сих пор снимаю. Это тоже Nikon D750. Я не знаю, сколько миллионов пробега на ней, и она ни разу не ломалась. Надеюсь, не сломается, вот, потому что это мой такой запасной вариант, который вот всегда есть, если что. А снимаю я сейчас в основном на Nikon Z6 II второй версии, да, и у меня их две. Соответственно, я таскаю с собой три камеры на всякий случай. Пускай будет третья. То есть одна у тебя запасная, это твой старичок, вот этот танк. Да, да, танк. Там уже, знаешь, резинки просто все такие. Я представляю, им можно гвозди, наверное, забивать, и ему ничего не будет. Да, раньше так делали. И две беззеркалки, которые постоянно с тобой. То есть у тебя прямо не в моменте две. Потому что у тебя разные фокусные. Да, я снимаю на фиксы, я не снимаю на зумы, хотя недавно я снимала на зум, на 24-70. И мне очень понравилась картинка, и я такая, а почему я на него не снимаю? То есть он у меня лежит, он просто тяжелый, большой, некомфортно на него снимать. И я просто на него поснимала целый день, и мне так понравилась картинка в моменте, что я сейчас уже думаю, что, возможно, я к нему и приду. Вот, потому что... Тут есть много интересных мыслей по поводу этого. Во-первых, ты можешь себе менять подход. Да, да. где-то ты на фиксы. Мне действительно было интересно, то, что у меня даже картинка немножко изменилась. Я такая, вау, мне прям нравится, что получилось. Это привносит разнообразие дополнительной сложности в том числе. Ну, в виде веса. В виде веса, да. Да, и там, что, диафрагма 2,8, скорее всего, да? Слушай, у меня, в принципе, всегда диафрагма вот от 2,5, и вот дальше я закрываю, потому что, ну, как-то вот так вот сложилось уже, что она открытая. Ну, я могу, если это технически оправдано, да, если мне прям нужен вот именно этот эффект, но вот это мыло больше все уже никогда не использую. Интересно, почему. Наверное, потому что раньше там были промахи по фокусу. Мне сейчас, вот, кстати, с беззеркалками промахов вообще нет в целом, да, ну, они есть, но они какие-то там вообще незначительные. И в целом мне сейчас больше, вот опять же там затрагивая обратно, возвращаясь к обработке, я лучше сниму резко и потом мягкий шум наложу аккуратный, да, и мне эта картинка будет приятнее, нежели снятая на 1,4, когда там прям вот, ну, не хватает мне текстуры, да, такой. Да, все равно же, если ты по фокусу промахнулась, то ты уже никак это не вернешь, что бы ты ни делала, поэтому лучше. Хотя есть вроде камеры, которые можно. А, ну, айфон типа. Нет, вот это как в айфоне, как в айфоне. вот есть такие камеры. Кстати, интересно, ну, пока все равно это не массовое мероприятие, поэтому. Ну, было бы удобно. Да, ну, я думаю, к этому, кстати, придется. Потому что снимаешь, вообще не смотришь, что ты снимаешь, и потом... Да. Какие бы ленивые. Само все делается, что-то там мы получаем деньги. Лень, это прекрасно. Лень, это прогресс. Вот, поэтому. Да, тут с тобой тяжело, конечно, не согласиться. Объективы? Интересная мысль, да, про стекла, и мне хочется не забыть спросить про комплект, ну, к примеру, для новичка. То есть вот, что ему можно взять в каком-то низком бюджете, что-то адекватное. Вот интересная мысль. Короче, я сейчас расскажу до конца, на что я снимаю. Все максимально просто. Это фиксы у меня 35, 50, 85. Это мои основные ходовые. Вот. Чаще всего это 35, 85. Но, опять же, нужно смотреть на разные условия. Иногда 50 прям очень хорошо получается. Вот. Там в разных условиях. В целом 50 миллиметров никоновскими не очень нравится. Ну, просто именно вот вкус. На вкус и цвет. Вот. Но иногда прям хорошо. 24,70, на который я почти не снимаю. И есть у меня старенький блинчик 28 миллиметров. Или 24. Раньше я очень много на него танцев снимала. Тоже со вспышечкой танцы. И вот эти вот все смазы. Вот это вот все. Вообще я просто идеально заходил. Маленький, легкий. То, что нужно. Вот. И две вспышки. Все. В принципе, это все мое оборудование. Насчет комплекта. Да. Подожди. 35-ка там 1,8 или 1,4? 1,4. Это мой один из самых первых объективов. Одна из самых первых моих дорогих покупок, когда я осознанно пошла. И все свои деньги. Это было 100 с чем-то тысяч, по-моему. Ну, по тем временам. Или 90. Ну, около 100 что-то было. Ощутимо, да. Да. Блин, а может, и вру, а может, и меньше. Ну, в общем, это было прям много. Он для зеркалки. И ты через переходник. Да, через переходник. У меня обе камеры через переходники. Я пока стекла не меняла. Сейчас, если они кардинально что-то интересное сделают, да, я поменяю. А так пока вообще... Проблем нету. Вообще никаких. Нет, нет. Не отходит. Нет, нет. Что у нас, как только эти переходники начали делать на видеосъемке, постоянно были какие-то проблемы, отходили контакты. Это были такие ноунейм-переходники в основном. Нет, у меня фирменные Nikon-овские переходники. То есть я в этом плане не экспериментирую. Вариантов, наверное, и немного, да? Есть, по-моему, раз. Максимум Sigma, да. Слушай, я не берусь говорить с этот счет, потому что я просто не знаю. Понятно. Это неинтересно. Я увидела, что у Nikon есть переходник, я его взяла. Вот, то есть как бы даже не это. Так, давай теперь про комплект для новичка. Да, мне даже самому интересно, что ты скажешь. Для тех, кто хочет снимать, кто понял, что... А для тех, кто уже пробовал снимать или кто еще не пробовал снимать? Вот это хороший вопрос, потому что можно же снимать на айфон, и сначала, наверное, нужно эту ступень пройти. Вообще абсолютно разные вещи снимать на айфон и снимать на камеру. Вот, это тоже... Окей, давай тогда, знаешь, как начнем. Когда человек поймет, это вопрос, что он должен уходить с айфона в какую-то беззеркальную историю. Ага. Этот человек берет, находит контакты фотопроката в Москве. Если он живет в Москве, если не в Москве, то в другом городе. Идет и берет для сравнения топовую и нетоповую камеру, которые есть в линейке. Да, там, Canon, Nikon, это стоит совершенно приемлемых денег. Соизмеримо со стоимостью покупки камеры и объектива. И пробовать снимать. Вот. С объективами то же самое. Можно взять, попробовать разные фокусные, понять, что вообще нравится. Да. Камеру можно взять на несколько часов, по-моему, в аренду. То есть можно вот на съемку взять, поснимать. Я знаю людей, у которых даже там нету полного парка техники, они просто в аренду берут. В Москве в этом плане вообще удобно. Круглосуточные центры вот этой аренды привезут тебе домой, от тебя потом заберут. Тут вообще суперудобно. Вот. И пойти и пробовать снимать. Наверное, я бы сделала так. В моей молодости, в моем детстве у нас были камеры, вот какая была, такая была. Вот было вот примерно так. Что тебе попалось в руки, на то ты снимаешь. Потом ты смотришь обзоры на Ютубе. Ну и только все начинало зарождаться. Да, и не было такого количества вариантов. Были варианты, которые ты мог себе позволить, и какие-то топовые камеры, которые ты вообще никак не мог себе позволить. Когда-нибудь. Да. Если у вас есть деньги, советовать брать сразу какой-то топовый набор, там, не знаю, R6 или там Nikon Z, что там, 8, по-моему, сейчас уже какой-то версии. Тоже не советую. Попробуйте, нужно ли оно вообще или нет. Еще прежде чем мы уйдем дальше, смотри, когда человек снимает, фотографирует, к примеру, на смартфон, у него там, естественно, возникает вопрос, зачем мне камера, если я могу купить там айфон самый топовый, и там маркетологи говорят же, да, что это самая крутая камера и так далее, вам не нужен фотоаппарат. Когда человек должен понять, что вот да, сейчас мне нужно профессиональное какое-то устройство для работы? Наверное, когда его перестанет качество устраивать, когда он захочет иметь больше контроль над тем, что он... Когда он его начнет видеть. Когда он его перерастет, да, когда он начнет видеть. Когда он начнет видеть, вот это все, да. Поэтому я говорю, что надо сначала попробовать поснимать, я действительно советую сначала попробовать, а потом уже покупать, вот. Какой фокусный, 35 сначала, да, лучше взять? Самое популярное для фото? 50. Мне кажется, 50 самый популярный. Особенно все начинают с портретов каких-то, если то 50. Ну, типа стандартный портретник, это 50, да? По крайней мере, начинают люди снимать на 50, и такие вау, вот такая реакция, знаешь. Все мылит. Вау, просто там бакет. Потом что-то узковато, да. Да. Есть такое? Да. Все равно все приходит к 35-ке, скорее всего. 35? Ну, вот в моем случае, да, 35. Я просто влюблена была в этот объектив долгое время, да и сейчас тоже, это мой такой основной. Не собираешься менять стекла? Ну, я говорю, если Никон сделает, да, там что-то прям такое, что такая, да, стоит поменять, то да, а так, а смысл какой, если они, вот, им вообще ничего. Все равно по большей степени это ты видишь больше, чем клиент. Да, вообще никто, зачем им в это вообще погружаться, какая разница? Ну, то есть они видят результат и все, какая разница, на что я снимаю? Если бы так можно было снимать на iPhone, да замечательно, это бы просто очень легкая съемка была бы, именно вот физически для фотографа. именно если был бы точно такой же результат. В iPhone все равно немножко непредсказуемо остается, вот, потому что... Немножко хаотично, да. Хаотично, да. Сложнее контролировать ситуацию, конечно, да. Ну и плюс в каких-то более тяжелых условиях они не справляются. Опять же, да. Сейчас, даже если бы мы записывали на iPhone, почему бы и нет, но, ну, во-первых, будет скакать какой-нибудь свет, что-то он там где-то посчитает нужным, расфокусировать кого-нибудь. Вот. И в целом это нужно много памяти и так далее, и тому подобное, да. То есть вот для... Вот это же слышки. Да. Пока у меня не ушел из головы вопрос, как ты думаешь, принципиальная разница между Canon и Nikon? То есть я еще никому не задавал этот вопрос, но мне интересно. Я слышал, что Nikon, они более, типа, звенящая резкость, там, желтятый или зеленятый, это я уже не знаю подробностей. А Canon, он более мягкий, цвет из коробки. То есть есть вот, да, свидетели Nikon, свидетели Canon. Это знаешь, как расскажу историю, что вот у меня подружка моя, она снимает на Canon, я снимаю на Nikon. И что-то я сижу, отбираю фотографии, да, она видит, такая, вау, какой классный цвет. Ну, изначальный вот этот вот, да, базовый. Она сидит, что-то там, типа, отбирает. И такая, вау, какой классный цвет. Ну, то есть, как бы, разница, наверное, в управлении, только в удобстве. В эргономике, да. В эргономике, да, и все, больше. Ну, Nikon, они больше такие, как там, много кнопок, да. Да и в Canon тоже дофига кнопок. Везде дофига. Просто там по-другому сделано, ну, именно структурирование там чего-то. Ну, опять же, это, мне кажется, неделю поснимать и привыкнуть к камере, да, и все, можно уже брать на какие-то проекты, честно говоря. Просто у тебя сложилось, что вот Nikon... Да, он просто изначально был Nikon, и все. ...с самого первого дня, вот, и все. Просто вот я знаю камеру, да, и я ее знаю, то есть, я не смотрю на настройки, я просто управляю руками, да, мне не нужно смотреть на настройки, чтобы что-то себе поменять. Под свет настроиться, да, там, под какой-то сюжет, еще что-то. То есть, вот, все у меня... Потому что в целом же можно, да, один, ну, как бы результат получить на разные камеры, на разные стекла. Себя напрягает этот момент. Засранец поднялся. Ну, что там, флешки, эти батарейки не будем создать. Ну, все стандартно, да. Понятно, что на две флешки. На две флешки, да, да, да. Ну, раз уж про флешки, ты наверняка теряла что-то, да, материалы. Давай мы плавно перейдем к факапам, и я знаю, что они у тебя есть. Давай я расскажу два факапа. Давай. Первый факап – это когда я была в декрете. У меня просто я пытаюсь подключить свой диск, на котором у меня все мое портфолио, и он не обнаруживается. То есть, вообще, Мак его не видит, Винда его не видит, программа по восстановлению дисков его не видит, ничего вообще, никак не реагирует. Это жесткий диск. Это жесткий внешний диск, да. Причем хороший, это Lacey фирма. Он просто не определяется, и все. До этого было, что он несколько раз, знаешь, типа отключался сам. То есть, он пропадал, и все. А я с малышом не могу как бы решить этот вопрос никак. Вообще было сложно. Я, конечно, очень переживала. Это не фотографии, которые я должна отдать. Это фотографии мои, мое портфолио, потому что я собиралась там вот выкладывать вот это все. И я сижу без портфолио, думаю, что делать. Но нашла мастера, в итоге там, ну, он восстановил мне все, он другой диск перекинул. Просто повезло. Ну, так могла потерять все свое портфолио до 23-го, 22-го, 23-го. Ну, ты наверняка сделал какие-то выводы, что не нужно все в одном месте хранить, да? Или нет, ты все равно рискуешь по крупному. Ты еще на него дальше закидываешь, да, Наталья? У меня портфолиный диск, да. У меня все на него другой, другой, для новой. Ну, хотя бы так. Типа дубли. У меня, если что, клиенту напишу, спрошу, ребята. Я прям, я постоянно ее вспоминаю, когда мы разговариваем про все эти жесткие диски. Просто жесткий диск, это такая конструкция, которая еще хрупковатая. Нет, смотри, то, что я обрабатываю, да, раввы, вот то, что я должна отдать, у меня копия, копия, в облаке копия. Это все у меня в нескольких копиях, да. Но мое портфолио почему-то мне показалось не таким важным, чтобы его тоже забэкапить. Да, да, да. Ну, и сейчас почему-то до сих пор. Ну, ты рискуешь. Ну, в принципе, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я говорю, у меня была тоже похожая история, я постоянно ее вспоминаю. У меня отвалился зоцкий диск. И я такой, нет, что же делать, я тут же достаю точно такой же, на котором все копия. А, вообще, это прекрасно, да. Это прикольно. На моменте, наверное, да, забываешь вот это все, что у тебя там скопировано, не скопировано. Да, ну, конечно, это подход, это дисциплина, нужно постоянно все это контролировать. Там, перед форматированием желательно проверить, там, вот. Ну, конечно, это можно полтора часа только на этом. Я не форматирую никогда флешки. А как ты делаешь? Просто удаляешь физически? Я, знаешь, как я раньше делала, это вообще была жесткая паранойя. Я приезжала со съемки домой, и я копировала с флешек, причем я их выкладываю все лицом вверх, рубашкой вверх. Вот, копирую, скопировала, перевернула, отложила. То есть, вот они, когда все перевернуты, с них, значит, все скопировано на один диск. Потом эти же флешки я обратно скопировала на другой диск, развернула обратно, в другое место положила. То есть, у меня была такая схема. Никогда я не слышал такого. Ты до сих пор ей пользуешься? Нет, нет. Ну, я флешки переворачиваю, да. Если скопировано, то она перевернута. Все. А ты, ну, то есть, ты просто оттуда копируешь? Но это не мешает мне потом заново вставить и все проверить. А как ты форматируешь? Ты говоришь, не форматируешь. Ты просто их потом выделяешь и удаляешь? Ctrl-C, и потом я их делаю на диск. Ну, да. На второй я копирую. А после того, как ты их перенесла, ты их... А на второй диск я вырезаю, вставляю. А, вырезаешь. И все, и они оттуда вырезаются, и ты дальше на нее снимаешь. Форматирование, я вообще просто, меня пугает вот это вот форматировать. Это страшное слово. Да, страшное слово, поэтому мне проще делать так, да. Я не форматирую флешки. Понял. Кстати, интересно, никогда такого не слышал. Я люблю тоже нажать сформатировать, но, естественно, мне начинают руки трястись. Не-не-не-не, я не хочу с собой такие эксперименты устраивать, нет. Вот у меня схема. Я сначала копирую, вот, потом по своей схеме все это раскладываю, потом я это переношу, вот. Вот. Причем я сначала вставляю флешку, смотрю, сколько на ней гигов, перекидываю в отдельную папку, да, смотрю, что ровно столько-то перекинулось. То есть, ну, вот эти вот все сравнения, я все делаю. Ну, это, наверное, мои какие-то заморочки. Ну, это просто методика твоя. Да, это моя методика, мне в ней комфортно. Я, возможно, ее как-то субурно описала и скажут. Не, ну, в целом, по-моему, понятно. Я думаю, если кому-то интересно, пересмотрят этот момент, да. Напишите, я расскажу подробнее. Да, да. Мы обязательно оставим все контакты, там, Инстаграм, да, сайт, что-то, все, все вот эти вещи. Как раз расскажи про портфолио свое, на твой взгляд, чем оно отличается от других. Ты скажи мне, чем оно отличается от других. Это крайне сложно и это субъективно. Потому что вы все снимаете одинаково, да? Да. Да, абсолютно верно. Это следующий вопрос. Как выбрать среди всего огромного количества талантливых, прекрасных людей, творческих, неповторимых, уникальных? Очень сложно. Да. Вот, я, ну, на самом деле, это, правда, очень сложно. И интересно, как ты считаешь, почему выбирают тебя и что ты для этого делаешь? Ага. Ну, давай сейчас, вам проще сказать, что я для этого не делаю. Ну, ладно, по порядку. Сильная сторона моего портфолио, да? Не знаю, наверное, любовь к человеку, к людям, которых снимаю. Потому что я прям вот, я люблю, когда они любят друг друга, да? И вот я, вот этот момент, я его стараюсь запечатлеть. И если раньше хотелось снять какую-то картинку там с идеальными лучами света, пробивающимися, отражающимися, еще что-то, то сейчас мне хочется именно суперискренний кадр вообще, прям максимально искренний. Даже если это постановка, даже если это режиссура, то есть я хочу, чтобы вот в моменте они были искренние. Это нужно мне самой, чтобы себе, наверное, что-то доказать. И не знаю, это очень сложно, мы сейчас не будем туда копать. Вот, но, да, передача моментов в первую очередь. И очень часто, да, пишут, говорят, что как раз-таки очень классная атмосфера, очень классные моменты. Вот нам, пожалуйста, так же. И, правда, после этого пишут, что мы, ну, не хотим, чтобы было позирование, да, чтобы вот вы просто ловили моменты. Да, бывают такие свадьбы, где нет вообще никакой режиссуры, но по факту она практически везде есть. Ну, я это все объясняю, это уже рассказываю, вот. Просто, ну, там ко всем разный подход. Вот, что еще может привлекать? Наверное, свет, потому что он приятный, я надеюсь. По крайней мере, я над этим работаю, каждый раз как-то улучшая что-то, да, додумывая, придумывая, разрабатывая. Вырежи это, пожалуйста. Нет, я подумаю. Вот, и, а что я не делаю, да, для этого? Я не показываю себя, ну, на это тоже есть, наверное, какие-то свои причины, потому что, ну, я стесняюсь, я скажу, как есть, я стесняюсь. Вот, мне максимально некомфортно, у меня нет опыта, я в этом, нет уверенности, да, я это не делаю. Вот, хотя, наверное, зря. Наверное, что-то могла бы рассказать полезное. Ну, зря. Я не хочу, понимаешь, еще пустословием каким-то заниматься, да, мне бы хотелось, если я себя показываю, то что-то вот, либо какую-то приятную, добрую атмосферу дарить, да, людям. Какую-то пользу давать, да, развлекать, обучать. Что-то, что я могу дать, я не знаю, почему у меня вот такая цель, я хочу что-то вот дать, да, даже если я там что-то выкладываю, это либо портфолио, либо это связано с реакцией на мою съемку, да, там какой-то отзыв или еще что-то, либо это какие-то моменты, ну, действительно, яркие, классные жизни, но я стараюсь не борщить, и это вот прямо ограничено. То есть я не из тех, кто куда-то там поехал отдыхать, потому что я не езжу отдыхать, вот, но вот... Я тоже. Какие-то приятные моменты, вот мне сейчас красиво, мне хорошо, я готова с этим поделиться, вот, но сезон это делать очень сложно, потому что... Ну, кстати, часто встречаю людей, особенно фотографов, ну, ладно, не прям так большое количество, но частенько замечаю, что людям тяжело себя выкладывать и делиться какой-то, ну, даже не лично, а просто своим каким-то обликом, появляться в сети, торговать лицом, грубо скажем, да. А хотя это очень полезно, ну, то есть именно для фотографа, да, это вот в первую очередь, и для его ментальности, да, вот это все, и для дальнейшего развития, это все равно как-то вот ему будет влиять. Да, тут, конечно, просто одно дело, если тебе это хочется, но ты не можешь, да, ты понимаешь, что тебе это нужно, это одно, другое дело, ты напрочь против этого, и тебя это вообще, скажем, никак не колышет, и... То есть это точно не твоя история, но судя по твоей интонации, кажется, что тебе хотелось бы в это заходить? Да, мне бы хотелось, но я пока не представляю, как это сделать так, чтобы это устраивало меня само, потому что я тебе уже рассказывала, я свой самый жесткий критик, у меня с этим проблем вообще никаких нет, себя покритиковать, вот просто вот 24 на 7, поэтому мне максимально сложно. Так что если вы увидите меня саму в сторис, это значит, проделана очень большая работа, проделанная за кадром, даже какой-то там вот моментик из жизни, еще что-то просто вот принять, что вот я могу на себя смотреть. Я не знаю, откуда, наверное, надо сходить к психологу, это все проработать, но я мать в декрете с ипотекой, которая работает, поэтому пока нет. Да, ну, на мой взгляд, субъективный, мне кажется, правда, не хватает немного тебя. Да, меня вообще практически нет. Иногда, правда, хочется посмотреть, как ты выглядишь, да, особенно, наверное, если это клиент, я думаю, ему будет интересно, с кем он будет. Причем я спокойно созваниваюсь с клиентом по Zoom, мы все обсуждаем, вообще просто вот у меня, я все расскажу, все, что знаю, все, что умею, все, что людям нужно, все, что они хотят, я все расскажу. Я думаю, в следующий раз, когда мы будем с тобой записывать очередное видео, я не знаю, когда это будет, ты мне расскажешь, Дим, я уже вот там, я выкладываю активно, или там, я уже об этом серьезно задумываюсь. Ну, посмотрим, не знаю, не буду обещать. Да, ну, опять же. Я подумаю, я обещаю подумать, но не обещаю, что это сделаю. Хорошо, принимается такой вариант. Вот ты снимаешь уже, ну, много лет, да, как есть. Есть такое понятие, как конкуренция, как ты к этому относишься, наверняка там воровали твои идеи, твои пресеты, твои обработки, такую же камеру, как у тебя купили, такой же объектив. Как ты к этому относишься и волнует ли тебя? Слушай, ну, там, злиться из-за того, что кто-то мою камеру, такую же купил мою камеру. Ну, это грубо говоря, да. Нет, это точно нет. Кадры, да, было, особенно в начале. Сейчас не знаю, потому что у меня просто нет времени на Инстаграм, как такового. Следить за... Следить за чем. Да и сейчас такая, мне кажется, масса фотографов, что там, ну, вообще просто не уследишь. А раньше, да, потому что, когда ты фотограф в маленьком городе, и о тебе знают, конечно, твои кадры на виду. И там копировали буквально там один в один место, поза, эмоция, но что-то не докопировали, и кадр рассыпался, да. Ну, как бы, в основном это были люди, которые учились, да, хотели... Ну, человек вдохновил это. И тогда я сокрушала, ну, не то, что сокрушалась, я такая, да как так вообще? Ну, как так? Как они посмели? Как они посмели, моя идея. Сейчас, ну, это кажется очень милым, милым и приятным, вот, что ты делаешь. Ну, особенно, если там девочка-новичок, она пытается как-то... Да, 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 пытается сделать, и ей искренне... Может, она на тебя смотрит, там, снизу и вверх, да, а ты на низу. Да, ей искренне понравилось, такая, да ради бога. Ну, то есть, типа, копируйте вот все, что хотите. А потом ты узнаешь, сколько она про тебя сказала, и ты такая, нет, не особо-то она милая. Вообще пофиг. Тебя это особо не парит. Мне мил момент. Девочка, я ее не знаю, она мне не мила. То есть тебе это, ну, можно сказать, так льстит, да, в какой-то степени, что ой, мэр. Льстит или нет, ну, наверное, где-то, да. Короче, ты об этом так столько не тратишь на это время, так понимаю. Нет, нет, сейчас тем более, сейчас времени вообще нет. Рынок перенасыщен фотографами, он всегда, наверное, был? Слушай, конкуренция, особенно вот в Москве, мне кажется, всегда была высокая, вот. Вот пробиться достаточно тяжело. Но если классно снимать, поймать волну, гореть своим телом, то можно вообще легко. Какой совет ты можешь дать людям, которые сейчас хотят найти... Сивать свадьбы? Крутые свадьбы, крутых клиентов, платежеспособных, красивых, площадки. Как им туда прийти? Я тоже хочу, чтобы... И мне тоже, да? Да, мне тоже, да. Да не, я шучу, у меня все клиенты лапочки, все вообще замечательные. Что делать? Слушай, я могу рассказать, как было у меня, как я вообще начала снимать свадьбы. Я не знаю, работает ли это сейчас. Может быть, работает, может быть, нет. Я уже говорила, что я снимала очень много девушек в портретной съемке. И, как у всех, первые свадьбы были мои, да? Это, в первую очередь, друзья, да? Свадьбы друзей. Звали, знали, что снимаю. Им было, опять же, комфортно, потому что это знакомый человек. И плюс я училась. Я не помню, брала ли я деньги за это или нет. Наверное, что-то брала какие-то там деньги. Не помню. А потом подросли эти девчонки, которых я снимала ТФП, условно. И мне начали писать они уже, да? И у меня был пол крайне симпатичных, классных невест, которые со мной уже знакомы. Супер скрепощены со мной на съемке. И вот они, в том числе, были у меня на свадьбах. Ну и потом уже сарафан пошел. Их друзья видели фотографии, да? Раньше как-то вот так вот чуть-чуть-чуть быстренько все это происходило. Вот сейчас бы я что советовала? Сейчас я бы, наверное, советовала, если хочется сразу зайти в другие проекты, наверное, научиться снимать. Именно хорошо знать свою камеру, уметь обрабатывать. То есть, чтобы ты технически был подкован. Чтобы вот прям вот вообще, чтобы тебя не было затупок. Потому что какие-то сложные проекты, где хорошие бюджеты, там, мне кажется, места потупить вообще нет. Ты должен быть вот от и до. Ты пришел, ты закончил, да? И вот все вот это время ты вот собран максимально. Ты знаешь, ты отдаешь отчет всем своим действиям. Понятно, что все мы можем потупить, да? В тот или иной момент. Это мы люди, все нормально. Но в целом ты должен вообще знать, что и когда будет происходить. Какой момент за каким последует. Ты мало того, что должен на съемке это отслеживать, еще до съемки должен привести определенную работу, чтобы все это знать. Вот, это первое. Второе, это нужно хорошее портфолио. Вот его нужно набирать. Набрать его на свадьбу друзей. Наверное, реально, если, ну, там, друзья со вкусом, да, и делают действительно там какие-то интересные свадьбы, то почему нет? А воркшопы сейчас, мне кажется, какая-то отдельная волна популярности. Это было раньше популярно, потом они как-то заглохли, и сейчас опять. И вот я знаю много, кто ходит на воркшопы, собирает себе классное портфолио, почему нет? Вот. И второе, это пробовать снимать с организаторами, но там чуть сложно пробиться. Там большая конкуренция, скажем. Ну, а ты представляешь, ты работаешь, да, у тебя там свой какой-то человек, который тебе, не знаю, там, монтаж делает, и пишет тебе кто-то вообще, кого ты не знаешь, типа, давай я буду делать тебе монтаж, что ты ему скажешь. Ну, понятно, что ты ему скажешь, вот. И даже если он тебе пришлет свое портфолио, там еще что-то, ну, то есть не факт, что ты даже как-то посмотришь это, да, потому что времени нет, еще что-то, вот. То есть налаживать личное общение с этими людьми? Да. Я бы сказала, что можно бэки организаторам поснимать, но тоже сейчас фиг пробьешься, мне кажется. Можно рассматривать какие-то начинающих, начинающих каких-то организаторов, да, кто вот только недавно на рынке, и они же вырастут рано или поздно, да, вот к ним пробовать как-то пробиться. Либо в пару с кем-то, да, пойти. С фотографом? Да. Ну, только если у тебя друг фотограф, я, например, не возьму. Я еще, я за себя отвечаю, да, за свои действия, мне еще за кого-то отвечать, ну, то есть это очень тяжело. Я не буду рисковать, ну, итогом, да, итоговым материалом. То есть ты просто не доверяешь чужим людям? Ну, дело не в том, что я не доверяю. Человек хочет набить себе портфолио, он априори не будет обращать внимания на меня. Он тебя использует, тебя, чтобы... Да, он будет действовать в своих интересах. У него нет интереса в том, чтобы я получил хороший джетат. Да, возможно, он где-то и есть, но на подкорке все равно. И он ради этого кадра, он будет там так или иначе влиять на ход съемки, вот. И, ну, меня это будет... Какой-то процент моих сил будет на это тоже расходоваться. Справедливо. А ты когда-нибудь брала себе в пару? Да, у меня был фотограф, с кем мы достаточно много снимали вместе, вот. Но в целом я пришла к тому, что я одна на свадьбе себя прекрасно чувствую. То есть меня хватает вот от и до. Но сейчас я думаю уже о том, что, да, на какие-то проекты можно было бы, опять же, с тем же светом. Почему бы и нет? Вот просто ходи рядом со мной и держи вспышку. Как говорят, специально обученного раба, да? Как бы это грубое и грустное звучало. Не, знаешь, иногда ты увлечен одним моментом, например, не видишь другой. Вот, я все время в фокусе, и это достаточно тяжело. И, например, если бы у меня был человек, который бы мог еще что-то наблюдать и меня направлять, да, например, то это было бы вообще просто супер. Это, конечно, скорее исключение. Ну да. Найти. Да, но это надо, опять же. Большое везение. Да, более большое везение найти такого человека. Ты снимаешь не только свадебные фотосессии, но еще у тебя есть прогулки, какие-то портретные съемки. Расскажи про это. На чем ты больше специализируешься? Или ты там берешь, образно говоря, все, за что платят деньги? Нет, не все. Есть ряд съемок, которые мне очень нравятся, в которых я себя максимально нахожу. Первое – это свадебные съемки. За ними всегда следует семейный формат. Неважно, это семейный, когда, ну, пара уже с ребенком, приходят с родителями, когда прям большая-большая такая семья. Это может быть и формат съемки, когда девочка была невестой, потом она в положении. Да, вот эти съемки я тоже с радостью поснимаю, потому что это, ну, мои пары, и, ну, мне только за радость сделать им такую съемку. Портретные съемки я делаю в том числе, если мы говорим про простые портреты для вот себя условно. Также у меня есть... Почему-то я всегда их, знаешь, так отдельно называю. Это съемки корпоратива «Дни рождения». Я их снимаю. Я обожаю снимать корпоративные мероприятия. Это и «Дни рождения компаний», это и тимбилдинги какие-то, да, когда у тебя там просто репортаж, ты вообще там практически, ну, нет никаких портретных историй, ты просто бегаешь, носишься весь день, да, условно, какая-то там активность постоянная. Тоже вообще с огромной радостью я это делаю. Конференции я тоже снимала, мне очень нравится. У меня в целом, ну, какой-то новый проект, да, мне интересно посмотреть, что будет. Это вот, ну, изначально так было, а сейчас как-то вот так получилось, что, да, такие съемки я тоже провожу. И «Бизнес-портрет» — это и врачи, и психологи, и юристы. И всем нужен контент. С радостью тоже делаю. Вот ты про «Бизнес-портреты» заговорила. Есть у тебя боязнь, страх, что нейросети заберут у тебя профессию? Этого вопроса не было в списке, но сейчас возник. Ну, вот знаешь, как я всегда сужу по себе. Было бы мне интересно, чтобы меня фотографировал человек, да, или же мне, например, нужны какие-то фотографии, и я через нейросеть, например, попробую на основе каких-то своих снимков сделать себе вот какой-то вот конечный результат вот этот. И, наверное, пока что нейросеть не сможет сделать... Ну, хотя, знаешь, наверное, все-таки под запрос нужно смотреть, что мне нужно. Поэтому сложно сказать. Наверное, если у меня будет какая-то ситуация, что мне нужно вот прям здесь и сейчас, я это сделаю. А так, в целом, пока что нейросеть не готова заменить человека, не способна это сделать. Ты сама пользуешься нейронкой какой-нибудь при обработке, например? Да, пользуюсь уже очень давно. Это ретушь кожи. Очевидно, она сильно упрощает и ускоряет. Она упрощает, ускоряет, плюс я все равно и контролирую результат. Я все сама настраиваю, как мне нужно. И зачем мне делать то же самое руками долго, если я могу это поставить на автомат. И это тем более не те плагины, которые были раньше, когда у тебя мыло мыльное на итоге. Сейчас ты не отличишь от того, что я руками это сделаю или это сделано нейросетью. Поэтому это очень удобно. Ну, я согласен, да. Давай твою интересную, самую интересную твою тему. Это самокритика. Перфекционизм. Отдельный вопрос такой? Да, правда. Специально для меня, что ли? Так получилось, что да. Понятно, что ты очень самокритична. Да. Как ты думаешь, с чем это связано? Мешает ли тебе это? Или наоборот? Это доводит до совершенства твоей работы? Какой хороший вопрос. Мешает ли мне это? Наверное, в каком-то смысле да. Да, потому что если бы такой жесткой критики не было, мне было бы проще, опять же, коммуницировать с внешним миром, я думаю. Сейчас звучит, как будто я какой-то аж эзотерик. Как будто ты себе все это придумала сейчас. Что она несет? Было бы проще постить работы, было бы проще что-то там писать, потому что есть о чем рассказывать, но каждый раз, когда я хочу написать что-то полезное... Я еще не знаю, нужно ли что-то полезное сейчас людям. Может быть, им надо просто посмотреть на красивую картинку. А видишь, а мне критик мой внутренний даже не дает возможности спросить это у людей. То есть я как бы хочу спросить... На этом уже можно сделать контакт. Да. Да, отчасти мешает, но отчасти, наверное, и в пользу работает, потому что что-то там снимая, что-то обрабатывая, все равно я это пропускаю через вот этот фильтр постоянный. Это не говорит о том, что мне не дает действовать, делать что-то новое, еще что-то нет, такого нету, но это... Формирует высокие требования. Да, я очень требовательна к себе, к результату, к своему. Очень рада, когда мне пишут, что все очень понравилось, потому что мне нравятся мои фотографии только спустя какое-то время. Нет, они мне изначально нравятся, но прям вот найти вот эти вот там изумрудики, да, вот прям, которые такие, вау, неужели это я сняла? Как же здорово. Это только спустя время. Вот свежий материал, мне прям очень тяжело, чтобы я прям вот сидела и такая думала, боже мой, какой я классный фотограф. Нет, такого вообще нету. Ты находишь какие-то работы старые, такая, ой, это я снимала. Ну, обычно вот зимой, да, я смотрю, что я отсняла, и мне прям очень тяжело собрать там, например, на сайт еще что-то. А вот спустя там, ну, больше, чем полгода, да, я уже могу хотя бы отобрать без критики, что там у меня с серии там в тысячу кадров остается десять. Такая, ну, будет серия из десяти кадров. А к чему ты именно придираешься в своих работах? Вообще просто ко всему. Вот просто ко всему. Ну, есть технические. И технические, и тут можно было присесть пониже, тут можно было поинтереснее, тут можно было сказать сделать то, да, там как-то вот повлиять, как-то вот еще что-то с другого угла, то есть какие-то такие моменты. То есть твой внутренний вот этот самокритик, он тебя прям душит иной раз. Ну, наверное, да, наверное, так и звучит. Ну, ты говоришь... Я не жалуюсь, все хорошо. Нет, это черта, которая иной раз, скорее скажем, спасает тебя от какого-то кринжа, чтобы что-то не выложить такое. Да, ну, с другой стороны, ну и выложу я, и что? Я так вижу. Да. Я уверена, ну, как бы, понятное дело, что даже если я выкладываю какой-то кринж, скорее всего, это будет очень красивый кринж, все равно бы все будет хорошо. Но ты не выложишь. Но я не выложу. Но у меня сейчас уже есть фотографии, которые мне очень нравятся с этого сезона, я их все равно не выкладываю, понимаешь? Вот они у меня будут томиться, они у меня в голове, я вот уже знаю, как я хочу, да, там, в каком порядке я там что покажу, какую из серии, и в каком порядке я выложу на сайт. Но это будет со мной еще какое-то время. Вот, поэтому, да, наверное, люди, которые смотрят там Инстаграму и думают иногда, что так, она два месяца ничего не публиковала, жива ли вообще она? Знаешь, есть подход. Если нечего сказать, то лучше ничего не говорить. Да, особенно, когда у тебя сильный загруз по времени, по задачам, по делам. Ну, а я, например, такой человек, что мне нужно вот прям вот, несмотря на то, что я многозадачна, мне нужен ресурс на то, чтобы что-то сделать, да, там, поэтому я свой ресурс распределяю, да, сейчас это съемки, обработка, да, ну, не считая там семейных каких-то вот историй моей семьи. Прости. Прости. Вот. И, соответственно, ресурса на то, чтобы вести Инстаграм, у меня уже нет. Возможно, это надо в себе тоже прокачать. Возможно, мне нужно просто к этому подойти, это обдумать, да, мне нужно это спланировать как-то. Как-то себя заставить, короче, в итоге нормально, регулярно постить. У меня это конкретная проблема. И почему-то я считаю, эта проблема, наверняка, эта проблема, ну, она как бы только у меня, да. Это в первую очередь нужно мне самой. Вот. Но почему-то вот я... Интересно будет понаблюдать за развитием ситуации. После интервью. Ну, в том числе, да. Как это на тебя повлияет. Десять постов сегодня выложу сразу. Ну, это тоже бред. Ну, типа, ты один раз выстрелила, и все. То есть, ну, это тоже, это нужно методично, регулярно. Это такой своего рода марафон. Мне раньше хватало на то, чтобы запланировать в Инстаграм, можно планировать публикации. Мне хватало на то, что вот я... У меня было время, я планировала, раскидала, и все, я там на месте забыла. А сейчас у меня даже на это нет времени. Хотя бы просто отобрать материал. Особенно, когда материала так много, я там еще условно... Это можно весь день сидеть. День. У меня... Я себе выделяла неделю на то, чтобы перебрать все серии, которые у меня есть. С каждой серией выбрать... Составить серию, во-первых. А во-вторых, несколько кадров, которые я бы хотела сделать там заглавными в Инстаграм, еще что-то. То есть, у меня на это... Ну, не неделя там была, сколько-то дней я выделяла. И все отобрано и лежит. То есть, это прошлый материал. Ну, просто лежит, и все. А потом в какой-то день ты смотришь и думаешь, что я тут навыбирала вообще, да? Ну, в целом, нет, нет. Выбрала хорошо, все нормально. Просто как бы уже новый материал есть, да? Нужно вот новые фотографии выкладывать, потому что все равно ты так или иначе каждый год ты немножко наменяешься, вот. А у меня еще то, вот, лежит все, то, что я тоже хотела показать, то, что там очень тоже все красиво. Мне все там нравится. Может быть, пора делегировать? Наверное, да. Популярное слово. И я сам тоже над этим постоянно работаю. Да, вот в соцсети, да, наверное, да, хорошая идея. В принципе, небольших денег стоит рекомендовать. Ну, не себя. Я пока этим занимаюсь, да? Как ловко я продаю. Нормально. Контакты еще можно пустить. В дизайн под видео можно продать рекламу, смотри. Ну, да, можно. Ну, я не хочу. Ну, ладно. Давай поговорим про клиента. Есть же поговорка. Клиент всегда прав. Вот. Как ты к этому относишься? И бывали ли у тебя ситуации, когда тебе что-то предъявляли? И как ты с этим работаешь, с претензиями? Так, сейчас я порою в своей краткосрочной памяти и попробую что-то вспомнить. У меня просто негатив, если он был. Да, конечно, были недовольные. Давным-давным-давно. Вообще, я без претензий абсолютно к невесте. Можно ее понять. У меня был тоже какой-то сильный загруз. И она ждала фотографии. И я обещала анонс. Я ей не отправила анонс. И еще отдавала фотографии максимально по сроку. И она мне писала. Я ей говорю, все. А я уставшая уже была. Уже конец сезона. То есть август был. Я еще и снимаю дофига, да. Обрабатываю много. И она мне пишет. А я ей так там не сплю ничего. Я такая вся бедная, несчастная. Еще она мне пишет. Она считает меня такой плохой. А я ей пытаюсь объяснить, что я-то вообще-то хорошая. Ну, какая ей разница до того, какая я хорошая, если она хочет свои фотографии, да. А я условно так долго ей их отдаю. А в итоге отдала ей прям вот условно 90 дней обработки. В 90-й день я ей все отдала. Вот. Но тогда, конечно... Ну, именно манера общения, ее тоже можно понять, да. Потому что она не знала. Может, я вообще шарлатанка. И не знаю, там, не собираюсь ей отдавать фотографии. Деньги взяла, фотографии. Она же меня первый раз видела по факту. Ну да, и без анонса еще. Наверное, она переживала. Наверное, она очень сильно переживала. То есть я так вот спустя много времени об этом думаю. И, наверное, да. Но нет, она получила фотографии. По-моему, она даже что-то выложила. Но отзыв она, конечно же, мне никакой не оставила. Никакой обратной связи, ничего не было. Вот. В общем-то, вот так. Недавно общались с фотографом. И она поделилась впечатлениями по поводу того, когда не пишут какую-то адекватную обратную связь. Ну, например... Бывает, вообще никакую обратную связь не пишешь. Вообще ничего. Скидываешь ссылку, тебе... Да, ок. Нормально. У тебя тоже такое бывает? Конечно. У меня бывает, например. Вообще нормально. И я к этому нормально стала относиться. Я вообще в целом в последнее время даже у организаторов обратную связь запрашиваю. Вот с кем работала. Ну, не у всех. Наверное, когда вот отдам весь материал, я еще запрошу. Вот. Ну, так в целом, да. Я обычно издалека... А у вас получилось открыть галерею? Все фотографии открылись. Вот. Хороший прием, да. Ну, это если молчат. Да. То есть я не спрашиваю напрямую, почему вы молчите, почему вы мне не пишете. Нет. Я так не пишу. Ну, тут тоже можно их понять, потому что они это воспринимают как работа. Да, когда они знают, жду я или нет. Думают, а вообще зачем тебе надо? Причем у вас разные же отношения. Они это воспринимают тебя как профессионала, который пришел, выполнил свою работу, получил деньги, а тебе что еще писать надо? Ну, наверное, да. Да, ну, ты знаешь, как я еще тоже, когда об этом задумалась, наверное, не так давно, именно в обратной связи, я в целом начала сама эту обратную связь давать. Вот. Чаще. Потому что раньше я как-то... Каким образом? Ну, например, я там воспользовалась какой-то услугой, и потом я... Вот она закончилась, например, я расскажу, каково мне было, да, как мне понравилось, что не понравилось. То есть я сразу скажу. Потому что обратная связь, как позитивная, так и негативная, это вообще же офигенно круто. Это очень полезно для всех. Да, очень полезно. И это, ну, по факту тебе бесплатно дают советы, да, там, условно, если это негативная обратная связь. Но, опять же, если она, ну, объективно, да, то, что иногда человек может сказать что-то, что, допустим, там, конкретно ему, да, было не так, а всем другим, например, это так. Такое тоже может быть. Ну, это вот просто, наверное, вы не супер подошли друг к другу изначально, вот. В целом, да, обратную связь я даю. Ну, бывает тоже разная связь. Бывает какая-то личная, там, да, приязнь-неприязнь, бывает конструктивная какая-то. А бывает, тебя вообще никто не спрашивал, да. Вот. У меня просто был момент, когда я впервые с этим столкнулся. Я помню ситуацию. Я не получил какой-то адекватной обратной связи, хотя я очень старался, я снимал этот ролик, так душевно все классно было. Монтировал его, я потратил много времени, там, на подбор музыки, каких-то эффектов звуковых и так далее. И, естественно, такое холодное сообщение получил я в ответ. Да, ок, спасибо, все получили, все открывается, до свидания, типа. И мне так стало обидно. Ну, я все это переборол, как-то переработал. И мне показалось, наверное, что-то им, может, не понравилось, не устроило их. И как-то охладел. А затем я их встретил, этих ребят, на каком-то мероприятии. Они меня, когда в личную увидели, вживую, они мне говорят, о, здорово вообще, класс, ты нам такой снял. И это вот, ну, периодически мы с ними встречались на разных мероприятиях. Ну, знаешь, типа, одним снял, другим снимаю, другим, да, да, да. И они, о, привет! То есть вот вживую они дали такую реакцию, я был просто поражен тем, как это работает. А в переписке, ну, это же может быть еще связано с другими моментами, когда... Да банально времени не было, на ходу посмотрел, потом посмотрел вечером, решил уже не писать, а на следующий день уже забыл. Бывает же такое, ревность какая-то, а что ты там пишешь кому-то? А что, фотограф, видеограф, там, что же мальчик, девочка? Бывает такое? Люди с этим сталкиваются, да. Они с этим живут. Ну, ты, наверное, не сталкивалась, когда, там, к примеру, жених, там, ну, как жениха прорежновали к тебе, либо ты не замечалась. Я надеюсь, что нет, либо я об этом не знаю, либо я надеюсь, что нет. Ну, я очень снялась, я максимально... Ну, все люди, такое может быть. Я френдли, но никогда не дам каких-то этих... Разбывают между парами какие-то отношения сложные, да, или там кто-то вспыльчивый, очень ревнивый. Может быть, мы это не замечаем, но это тоже, может быть, причиной, что они пишут такое холодное сообщение, к примеру. Вот. Ну, давай опустим эту тему. Мы так и очень много выделили, да. Очень сильно углубились. Она превратилась в очень серьезную. Ну, мне хочется услышать от тебя какие-то интересные моменты, смешные, может быть, трогательные в течение каких-то событий, мероприятий, которые ты снимала. Смешные? Можешь ли это что-то вспомнить? Свадьба была... Ну, как... Я не знаю, насколько они смешные, но в моменте было, ну, достаточно забавно, когда свадьба, например, на... Как это называется? Пирс. Ну, то есть отдельное место для... Да, на берегу. Пирс. Не пирс, а как... Не спрашивай, я тоже сейчас... Веранда на воде. Короче, бросали букет на улице, там и танцы все были, вот, и букет бросали, букет просто в воду улетел. Вот, и хорошо, что за ним никто не прыгнул, вот, потому что, ну, там, девчонки же, да, вот, ну, достали. Ну, в моменте было смешно, но когда рассказываешь, вообще... Ну, да, просто обычно подразумевают, что это кто-то упал, кто-то ударился, там. У меня обычно такие истории, я вспоминаю, когда кто-то танцевал и кого-то ногами там... Блин, ну, такое, ну, бывает, но мне кажется, это какие-то такие уже рядовые моменты, ну, брюки рвались. Ну, да, брюки обычно рвутся, да, но мы-то, наверное, уже на это внимание не обращаем, типа, ну, что бывает, да. Да, то есть, понятно, да. Что еще было? Недавно гости на свадьбе купались, тоже свадьба была у воды, в общем, шел дождь целый день, вот, прям ливень стеной, вот, и ребята ночью пошли просто купаться. Ты не купалась, не топила камеры? Нет, ни разу. Я один раз снимала регату под проливным дождем, я была в дождевике, у меня не было никаких чехлов водозащитных на камеру, хотя тут там должно было быть. И я просто плотным полиэтиленом, полиэтиленом, че-то... Ты попала в ловушку. Я и скотчем обматывала все, что могу, вот, и просто у меня были вот так вот руки вот просто засунуть, чтобы снимать, вот, и все, я так снимала. Очень боялась залить, но в итоге все хорошо. Ну, там просто стеновая такая, да, влагозащита есть, да, все равно. У меня часто бывает, что я когда снимаю, я хожу назад и не смотрю, и, ну, логично, что за мной... Но они датчики задние иногда барахлят, парктроник иногда, да. Вот, и иногда, соответственно, кто-то может встать за меня, хотя вставать за фотографа, это прям, мне кажется, очревато, особенно если я прям вот работаю с людьми на каких-то мероприятиях, вот. Я, конечно, могу бортануть, но я, конечно, извиняюсь сразу, я не специально, вот, но это частенько бывает. А трогательные моменты можешь какие-нибудь вспомнить, где ты прям слезинку? Ты вообще сентиментальный человек в этом плане, ну, свадьбы все-таки. Ты знаешь, трогательный момент, он в целом, ну, все свадьбы достаточно трогательные, и даже какие-то простые моменты могут упустить слезу, потому что иногда ты вот смотришь просто на глаза людей, да, которые в этот момент проживают. Согласна. И да, вообще иногда. Веришь, без слов. Я стою, снимаю, слеза такая аккуратненько капает, вот. Ну, все, что связано с родительством, ну, взрослые родители своих вот детей, которые женятся, да, для меня это все очень такая тема, вот. Когда я вижу эти взаимоотношения, меня прям, конечно, вообще трогает очень сильно. Вот такой вот у меня есть простой вопрос. Чего-то чувствую, он вообще не простой. Я специально делаю такую подводку. Расскажи про свой самый жесткий фейл. Про вариант с жестким диском мы... Камера сломалась один раз на свадьбе. Прямо в день, да? Да, на съемке. Мне кажется, даже мы с тобой снимали, это было кучу лет назад, в нашем маленьком родном городе. Вот, но фейл оказался не фейлом, потому что у меня была вторая с собой, вот. И, соответственно, ну, так как я снимаю на фиксы, было просто не очень удобно, уже приходилось их менять. Вот, но в моменте я стрессанула, потому что как так? У меня еще дальше, на следующий день была свадьба, я, по-моему, как раз на следующий проект уже взяла в аренду камеру. И я, по-моему, ее взяла на неделю. Да. Ну, то есть, нет, я просто всегда снимала на две, мне так удобнее было. Вот, и в моменте, конечно, да, было прям вообще. А просто вот я снимаю, у меня опустился затвор и поднялся наполовину, и все, и вообще ничего. Это заклинило, да, затвор? Да, заклинило затвор. Ну, то есть, это просто затвор умер? Да, умер затвор, вот. И, соответственно, неделю или две камеры ремонтировали. Да, вот что значит, запасная, да? Да, не, вообще обязательно все копировать, все запасное, все вообще должно быть вот туда. Да, на самом деле, особенно те, которые только начинают, они думают, ну, какой мне запасная, там еще мне бы одну бы хотя бы купить. Ну, хотя бы в аренду, да, брать что-то. В аренду лучше брать, да. Да даже пускай это будет какая-то простая камера, на которую подходят все объективы. Хотя бы доснять можно было. Да, хотя бы просто доснять, да, потому что вот это такой момент. А у меня был, кстати, случай, да, когда у фотографа... А, короче, разные случаи. Однажды тоже затвор с самого утра отлетел, и все. А у фотографа была только одна камера, и вот она по всему городу пыталась найти. Ну, там удалось, но все равно время и нервы, это очень волнительно для всех. Вот. С тех пор она с двумя ездит. А лучше с тремя. А лучше с тремя, да. И был момент, когда мы работали с братом в две камеры, снимали видео, и мы давали свою третью запасную камеру фотографу, чтобы она сняла. Причем... Ага, тоже сломалась, да? Там, по-моему, не было заряда, то есть кончились батарейки. О, боже. И не было с собой вообще никакого комплекта. Ну, сейчас, к сожалению, батарейку-то особо не купишь, так вот в магазине, да, вот как раньше. Там, по-моему, это Canon был, но все равно LPE-6, вот LPE-6 тоже они сейчас в магазине не продаются. Все под заказ. Вот. Но тогда это еще было возможно, и в итоге ZAGS был полностью снят на нашу камеру. Причем это была там камера C, типа это там CROP, вот. Это другая система, да, то есть это Sony, а там был Canon. Вот. Вот так пришлось отработать. Ну, на мой взгляд, это, конечно, подход. Всякое бывает, но лучше себя обезопасить. Мне кажется, это точно не дороже тех нервов. Ты в первую очередь, да, будешь себя комфортно чувствовать, что, ну, хотя бы везде, где ты мог, ты себе соломку подстелил. А это у нас еще была эта камера, если бы у нас ее не было, допустим, да. Ну, телефон, выходи, выкручивайся, ты профессионал, все факапятся, и профи, и не профи. Твоя задача, как профи, из этого факапа выйти с максимальным результатом возможным. Да, причем же почему-то стереотип, что профессионалы большие, они никогда не косячат. Да, конечно, послушай все интервью, которые есть, подкасты, все и фотки теряли, и камеры ломались, и там что только не происходило. Вот, у всех все было, все через это проходили, это вот, ты человек, да, ты человек, а это техника. Можешь сломаться ты, может сломаться техника, ну, собственно, и все. Как ты относишься к ошибкам? Каким? Ну, в работе. К своим? Да. Что значит ошибка в работе? Ну, к примеру, ты сняла что-то не так, или ты думала, что снимала так, а оказалось это неправильно. Ну, понятно, есть технические всякие особенности, настройки, но в целом ошибка может быть в общении, что ты не нашла подход, сняла недостаточно или что-то. Как ты с этим работаешь с учетом своего качества самокритики повышенной? Мне кажется, что сняла недостаточно, это, в принципе, всегда. Ты смотришь потом, когда на отборе особенно, ты думаешь, что вот можно же было еще вот так, почему эта прекрасная мысль не посетила тебя вот в моменте. Ну, ты как-то откладываешь это себе в голове, и в следующий раз ты, соответственно, уже такую ошибку не допускаешь. С общением я очень надеюсь, что всем моим ребятам со мной комфортно в общении, и, ну, никаких ошибок я не допускаю. Ну, знаешь, бывает, что у всех немножко разный уровень шуток и допустимости там, но, в общем-то, надеюсь, что я никого никогда не обидела. Ну, в смысле, в принципе, так не шучу, но иногда, знаешь, там вот бывают разные шутки, вот. Клиенты тоже разные. Некоторые шутят очень жестко вообще, причем целый день друг с другом, с фотиками, с видиками, вообще потрясающая атмосфера тогда складывается. Ну, если все адекватно воспринимают, что это юмор. С чем там еще фейлы? А, снято, с моментом, как снято, нет, такого уже не бывает, в принципе, ну, потому что это, ну... Ну, с учетом опыта. Да, очень сложно снять. Это надо постараться снять. Бывает, знаешь, как, когда ты, например, там, постоянно переключаешься вспышка-не вспышка, ты можешь, да, там, например, начинаешь снимать портрет со вспышкой, а вспышку не включил. Но ты же сразу, я обычно, когда у меня меняется сцена, я смотрю сначала результат, потом уже снимаю все время. Ну, собственно, первый кадр темный, такая, ну, конечно, надо включить. Включаю и продолжаю снимать, вот. Мы подошли к финалу. Ура! Ура! Твои ладони больше не потеют. Нет. Смотри, как прекрасно. Мы с тобой через многое сегодня прошли. Это же вопрос. И напоследок мы можем что-то еще рассказать. Может быть, ты хочешь сама нам что-то сказать, поделиться чем-то, что мы не успели осветить. И, может быть, какой-то совет на путствие для клиентов, для фотографов, начинающих. Я думаю, есть люди, которые смотрят и хотят что-то взять у тебя. Вот. Интересно послушать. Я, наверное, скажу, и это будет касаться и фотографов, и ребят, которые приходят на съемки. Делайте все в кайф. И живите в кайф, и на съемки тоже приходите вот так, чтобы вам все нравилось. То есть, если что-то не нравится, это значит не нужно делать. Вот. Если кто-то хочет стать фотографом, и, допустим, ему попадется каким-то образом это интервью, горите своим делом, да. Как в любом творческом процессе нужно этим гореть. Неважно, чем вы горите. Творческой составляющей, технической составляющей. Можно везде себя найти, понять, что тебе нравится больше всего, этим заниматься. и просто получать удовольствие от этой жизни. Наверное, как-то так. Нечего добавить. Сказала прям сутата. Как зануда. Ну, нет. С тетхом, по-моему, что ты так говорила. Немножко с тетхом, да. Ну, в целом, мы с тобой все обсудили. Мне кажется, получилось прикольно. Нормально? Да, у тебя как опыт? Ну, вот, по ощущениям. Хочу воды попить. Очень сильно. Окей, это единственное желание. У тебя много влаги утекло. У меня вся жидкость растет через ладони. Через руки. Там где-то лужа под столом должна быть уже. Что-то еще была какая-то мысль, и она ушла, значит, наверное, она не очень важная. В целом, да, все. Я думаю, мы можем на этом остановиться. Отлично. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, было интересно. Хотя мой внутренний критик говорит, что нет. Внутренний критик подсказывает, что все было очень плохо. Ты будешь просить меня удалить все, наверное. Посмотрим. А я сначала посмотрю, потом ты выложишь? Или я увижу, как вот ты выложишь? Ты сначала посмотришь, и потом скажешь. Скажу, Дима, музычку поменяйте. Да, а можно, все хорошо, но можно музыку поменять. Можно музыку поменять. Да, ты знаешь, эти приколы. Ну, все ссылочки там, что, инстаграм, сайт, да, это все мы оставим. Да, обязательно. В целом, все. Что, что-нибудь еще скажешь? Нет? Уберите. Можно выключить камеру.